Всем привет, друзья! Меня зовут Виктор, и в этом видео я продолжаю стройку своего трамвая от фирмы MiniArt. Напоминаю, что эту стройку я веду в рамках нашей с Евгением кросс-канальной стройки. Канал Евгения Хэшкок Моделист. Обязательно заходите, подписывайтесь и следите за его прогрессом. Ну, а я продолжаю, и в этой серии планирую завершить потолок. Не так давно мы к нему обращались. Сделал я покраску белым цветом, как раз под шумок, пока красил корпус трамвая. Но сейчас уже пришло время доделать его до конца. Но прежде хочу кое-что пояснить. В прошлой серии я довольно быстро сделал приборную панель и не особо вдавался в детали. Но хочу выразить огромную благодарность Сергею Шадымову за очень ценные комментарии, пояснения, и теперь хочу поделиться с вами. Итак, друзья, что собой представляет рабочее место вагона Вожатого? Именно так называется человек, который водит трамвай. С правой стороны у нас ручка экстренного тормоза. О ней и о ее работе я расскажу в следующей серии, поскольку там мы будем собирать нижнюю часть, тележку трамвая, и там как раз будет очень хорошо виден механизм ее работы. Далее, здесь, как я и говорил, рукоять ручного привода дворника находится. В центре, я так полагаю, что какие-то элементы управления, возможно, светом, звонками и прочей мелочью. Ну а вот основная рабочая панель, приборная панель наиболее интересна, в которой благодаря Сергею я смог разобраться. Основная ручка, это называется ручка реостата. Именно передвигая ее, вращая ее, вагоновожатый регулирует силу тока, которая подается на двигателе, и, соответственно, регулируется скорость движения трамвая. А вот этот переключатель, это рукоять контролера. Она отвечает за движение вперед, назад и также за, скажем так, режим стоянки трамвая. Эту ручку вагоновожатый всегда снимает, когда покидает свое место, и также ее снять можно только в положении выключено, то есть в стояночном положении. Так что вот такое вот интересное погружение в матчасть выдалось. И Сергей еще подтвердил, что вот эта вот черная штучка, как я ее обозвал в прошлом видео, это на самом деле звонок. Так что, естественно, он должен быть черного цвета и никакой это не фонарь. Ну что ж, с устройством трамвая немного разобрались, и теперь я предлагаю продолжить сборку. Следующий этап по плану номер 29. Собираем две одинаковые половинки потолка, но здесь у меня уже некоторое вмешательство произошло в конструкцию. Передний бампер установлен уже на трамвай, так что мне предстоит собрать только сам потолок и боковинки. Но прежде чем собирать, нужно его раскрасить. Здесь будет, насколько я понял, цветов пять не меньше. Я думаю, подготовлю одну из половинок за кадром, покажу вам, что получилось, и мы сравним с тем, из каких деталей она состояла. Также еще один момент. Здесь собирается рекламный щит. Но я так подумал, что у меня трамвай получается довольно стерильным. В салоне нет ни пыли, никаких потертостей, нет рекламных плакатов. И также на потолок я вот этот плакат тоже не планирую вешать. Так что я решил не ставить и этот щит. Тем более, что он закроет с собой окна в верхней части трамвая. Вот эти вот окошки. Что также не хотелось бы. Сквозь них видны люстры, видны какие-то элементы интерьера. Так что я решил, пусть остаются. То есть, по сути, мой трамвай приходит к виду вот такому. Кстати говоря, это 2012-2032 год. То есть, это самый-самый ранний трамвай. То есть, можно предположить, что здесь он самый новый. И это, в принципе, соответствует моему образу. Трамвай действительно как будто только с конвейера. Так что все достаточно правдоподобно получается. Вернемся к инструкциям. Хочу также вам показать еще одну вещь. И хочу сказать, не ленитесь листать инструкцию вперед. Продумывать, просматривать какие-то этапы на несколько шагов вперед. Возможно, вы найдете кое-что интересное. Например, вот потолок. Здесь нам предлагается уже собрать остекленные окошки. Покрасить, естественно, потолок изнутри. Ну и логично, что покрасить его снаружи. Я думаю, покрасить его снаружи нужно до установки окон. Но, если заглянуть немножко вперед, на этапе сборки таких вот рогов, на потолок устанавливаются номер трамвая, некоторые ручки, и по желанию можно установить барабан с указанием остановок. Я так подумал, что, по крайней мере, номер трамвая и ручки должны краситься вместе с потолком целиком. Так что я этот этап исполню гораздо раньше. Покрашу потолок и уже на финальном этапе, на 47 этапе, буду собирать исключительно рога. Кстати, еще один момент. Вот здесь, на этапе с тележкой, устанавливаются декоративные элементы около двери. Я думаю, что мне ничего не помешает установить их уже в конце этого этапа. Также, когда я буду сопоставлять вот этот верхний карниз, молдинг, я все равно буду подкрашивать белым цветом и в самый раз будет и покрасить эти декоративные элементы. У меня нет смысла ждать следующих этапов. Так что вот такие вот перестройки, перестановки меня ждут. Итак, сейчас я подготовил ряд деталей, которые относятся к ближайшим этапам. Например, рамки окошек только что показал. Это интересная, видимо, деревянная деталь, которая вдоль потолка идет, вдоль крыши, точнее, снаружи. Также, как я и показывал, молдинги уже окрашенные. И сейчас все это я буду собирать и показывать вам по ходу результат. Итак, друзья, продолжаю сборку крыши, сборку потолка. И хочу показать одну из самых, наверное, сложных деталей всего трамвая. Это, как ни странно, вот такая люстра. Сложность ее заключается в том, что здесь довольно много питателей, как раз на этих самых тонких ножках. И ножки, ко всему прочему, изогнутые. То есть, по сравнению с теми поручнями, которые я уже собирал, здесь все же за счет кривизны еще задача усложняется. Но, тем не менее, вот такую вот люстру я уже собрал. И я думаю, также без приключений соберу и вторую. Вот так вот выглядят эти самые лампочки, составляющие части. Как видите, очень грубые остатки питателей на них. И, конечно, срезать их нужно предельно аккуратно. Все остальные части, которые касаются потолка и крыши, уже нужно красить перед тем, как продолжать с ними работать. Так что я уже покажу вам их, как покрашу. Еще один момент. Это сама крыша, как я и сказал, я ее собираю немножко, забегая вперед, поскольку все равно красить, все равно красить в один цвет. Так что вот таким вот образом поставил ручки и поставил указатель с номером. Возможно, это фара по совместительству. И вот хочу обратить внимание, видите, здесь она несимметричная, то есть слегка внизу как бы больше скос, чем сверху. Так что нужно обращать на это внимание, чтобы правильно ее установить. Ну и также на ней можно заметить имитацию, наверное, винтиков. Тоже их нужно расположить вот таким вот образом. Ну а это все уже были, как я и сказал, подготовительные работы. Сейчас я буду грунтовать и красить недокрашенные детали и покажу вам то, что получается. Итак, друзья, я все же решил собрать этот щит рекламный. Но я думаю, использовать я его на трамвае, как я и сказал, не буду, но чтобы деталям не пропадать, я решил все собрать как есть. Вот так вот нехитро это делается из самой пластины щита, небольшой опоры и нескольких кронштейнов. В общем, наверное, я буду использовать его как вывеску или рекламу на какой-нибудь другой сцене. Ну а покрашу сейчас уже все вместе. Ну и вот с этой деталью, как оказалось, не все закончено было. Я добавил на нее вот такие ручки и сейчас она уже наконец-то отправляется в покраску. Собственно, вот покраску я подготовил на блютаке. Вот такие все детали. Точнее, сейчас под грунтовку и потом уже будем красить. В принципе, это все, что касается этой серии, похоже. Это потолок, крыша, все, что нам будет нужно. Итак, друзья, работа над потолком в самом разгаре. И вот сейчас хочу показать почти завершенную его часть. Здесь уже все прокрашено практически так, как должно быть. Добавятся некоторые детали. Вот они у меня еще на литнике. Уже в финальном этапе их прикреплю, потому что детали довольно тонкие. Так что не хочу с ними спешить. А здесь мне осталось только покрыть лаком и сделать смывку. Эту деталь я так и не определил толком. Похоже, это тоже не фонарь. И я решил красить ее по инструкции. То есть просто в черный цвет такая вот миниатюрная точечка. Вот если заметите на кончике питателя. Ставится здесь в углубление. В общем-то были мысли заменить ее на полупрозрачную деталь. Но если так разобраться, даже при всем желании будет тяжело что-то рассмотреть. Поэтому оставил как есть. Тем более нашел фото. Здесь похоже вообще отверстие. Так что я думаю, не буду ничего изобретать. В общем-то я думаю, в следующем включении уже, наверное, покажу готовую часть крыши. Кстати, установил здесь, как видите, молдинг этот. Вот покрасится он уже вместе с крышей. Тут замаскирую все лишнее. И уже примерял он хорошо становится на сам трамвай. Вот так вот выглядит вторая половинка. Еще здесь все не прокрашено. И также не установлен молдинг. А вот так выглядит сам потолок. Здесь я также прокрасил охрой деревянные вот эти вот балки. Сюда встанет люстра. Кстати, саму люстру тоже потихоньку крашу. Сейчас выглядит вот таким вот образом. Добавлю еще латунь сюда. Ну а так здесь цвет дерева, серебристые плафоны, ну и черные ножки. И пожалуй по потолку это все. Разве что вот эти вот боковинки еще можно посмотреть. Они у меня цветом дерева. Также прошелся по ним коричневой смывкой. В общем технология та же, что и на перегородке и на лавках в самом трамвае. Также сюда нужно будет вставить стекла. И что самое интересное, на этих стеклах присутствуют рамки. Также придется постараться, чтобы их прокрасить. Но это уже будет в самом конце. Ну что ж, заканчиваю с потолком и покажу, наверное, уже финальный результат, что у меня получилось. И прокомментирую, может, какие-то моменты. Итак, друзья, с крыши мы подходим к финалу. Вот таким вот образом моя съемная верхушка уже почти собрана. Осталось сюда поставить люстру, но это будет в самом конце. Ну и повесить эти вот штуки, за которые держаться нужно. В общем сейчас я уже в таком вот виде буду грунтовать с обратной стороны. Поэтому сейчас все замаскирую и буду работать уже снаружи. Также здесь осталось поставить такие небольшие распорки. Здесь вот. И на этом сборка верха будет завершена. В общем уже после этого вернусь к внутренней части и доработаю мелочи. Вторая часть крыши выглядит вот таким вот образом. Нанес смывку на доски. Также прокрасил кое-где еще по мелочи. Покрыл лаком. И также здесь у меня пока что все завершено. После того как я покрашу все снаружи, то я добавлю здесь пару мелких элементов. Кстати, вот эта вот Т-образная штуковина, которая устанавливается также на часть крыши. Похоже она относится именно к Нюрнбергскому трамваю, потому как именно на этом трамвае есть барабан со сменой станций. И по идее вот эта вот штуковина, она как раз вращается и вращает барабан. По идее, если нет барабана, то ее и не нужно ставить. Но я поставлю, потому как в будущем возможно и поставлю и барабан. В общем завершаю сейчас крышу. Завершаю точнее вторые половинки. И занимаюсь внешней частью. Итак, друзья, крыша уже покрашена, покрыта лаком. И я готов завершать с ней. Сейчас покажу как я ее маскировал. Вот таким вот образом с нижней частью сделал. В принципе получилось довольно удачно. Как видите, с одной из половинок я уже снял маски. В принципе все удачно. И ничего не запачкалось. С верхней половинкой пришлось чуть больше повозиться. Поскольку здесь отверстия от окон и я их заклеивал блютаком. Единственное, что прилипало здесь нормально. Вот так же все прошло гладко. Вот так вот это выглядит после снятия масок. Так же я не помню, упоминал, нет. Установил вот эти вот сами оконные рамы. Здесь они крепятся с помощью такой вот перемычки. И так же установил три распорки. Ну что ж, теперь осталось поставить люстры, поставить держатели. И на вот эту вот половинку так же нужно поставить несколько элементов. Чем я сейчас и займусь. Кстати говоря, еще одна тончайшая деталь. Наверное, действительно одна из самых сложных будет. Поскольку ее нужно установить так, чтобы она скрепила с собой половинку крыши и перегородку в салоне. То есть будет довольно неудобно ее приклеивать и позиционировать. А четкого посадочного места у нее так же нет. Ну сейчас, сейчас будем тоже этим заниматься. Итак, последние элементы на потолок установлены. И можно приступать к самому ответственному моменту, к стыковке. Я уже примерял пару раз. В целом крыша сходится более-менее нормально. Так что я думаю, здесь проблем не возникнет. А вот этот тонкий поручень я закрепил уже вот здесь вот, как видите. Он так нормально держится в таком подвешенном состоянии. И сейчас, когда я накрою крышей, просто его кончик пристыкуется туда, куда мне нужно. Ну что ж, буду сейчас соединять. Итак, друзья, следующий этап прогресса. Крыша сошлась просто замечательно. Стык здесь немного остался. Но я думаю, пусть так и будет. В принципе, я не стал его сильно шпаклевать, выводить. Наверное, в идеале стоило бы совместить половинки заранее. Ну, уже будет как будет. Далее. Стык между этими вот молдингами пока тоже остался такой. Можно, в принципе, в будущем здесь будет его зашпаклевать, вывести как следует. Но, наверное, это уже будет позже. Опять же, в рамках этого видео я это делать не буду. Приклеил декали. Хочу сказать, декали от МиниАрт меня порадовали своим качеством. Установка их далась не с трудом, но это больше от моей неопытности. Но, конечно, тот факт, что они выдержали мою издевательство, это многого стоит. Ну и далее установил вот этот небольшой помост. Или как его правильно назвать. Ну, я думаю, на этом нижняя часть крыши завершена. Теперь мне осталось доработать верхнюю часть. Вот здесь вот, кстати, уже также добавлена декаль. Кстати говоря, декаль я все-таки одну испортил. Номер немножко не тот, который мне хотелось. Ну, ничего, уже пусть будет это. Приклеил люстру сюда. И осталось приклеить держатели. Ну, пожалуй, в таком виде уже буду устанавливать. Держатели у меня уже собраны, зачищены. Ну и также осталось здесь вот тоже чуть не забыл приклеить вот такие вот декоративные штучки. Они над дверным проемом находятся. Сейчас тоже этим займусь. И займусь покраской держателей. Итак, друзья, вот и завершена наша крыша. Оказалось довольно такой непростой деталью. Здесь вот добавил держатели для стоячих пассажиров. Тоже решил красить их несколько цветов. Надеюсь, камера передаст. Также вставил окна. Прокрасил рамы внутри и снаружи. Это единственные окна, где нужно было красить рамы. И когда я вставлял, я понял зачем. Оказалось, окна открываются. Так что два из них я сделал открытыми. Теперь, я думаю, можно ставить крышу на наш трамвай. Я приклеивать ее не буду. Она будет съемной. Но сильно часто ее снимать туда-сюда я, конечно же, не буду. Это все-таки затруднительно и не лучшим образом сказывается на модели. Но время от времени, я думаю, можно будет проводить такие манипуляции. Например, для филосессий. Или же, если я решу, какие конкретно персонажи должны быть внутри трамвая. В общем, сейчас поставлю и посмотрим. Ну что ж, крышка закрылась. В принципе, с некоторым усилием, с некоторой осторожностью. Но закрылась. И практически без щелей. Тут под определенным углом, конечно, можно рассмотреть. В принципе, это было неизбежно, поскольку все-таки деталь съемная. Причем, довольно сложная. Так что, без щелей, наверное, никак. Тем не менее, установил. И на этом видео, наверное, можно заканчивать. С крыши мы покончили. И будем двигаться дальше. Итак, друзья, на этом очередную серию постройки немецкого трамвая я заканчиваю. До завершения стройки осталось совсем немного. И очень скоро мы уже сможем рассмотреть наши с Евгением трамваи вместе. Я рад, что наконец завершен один из самых сложных этапов. И с салоном уже покончено. Далее мы соберем ходовую часть и крышу трамвая. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно было вам интересным. Подпишитесь обязательно на канал, если еще не подписаны. Я благодарю вас за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok